друзья всем добрый вечер сегодня у нас 6 сентября друзья и меня просили показать двор по улице ленина 365 а сейчас принципе нахожусь здесь недалеко я иду с холодных родников ну давайте мы сейчас с вами пройдем до улицы осетинская потом посимашка поднимемся повернем на левое покажу иная вам покажу двор а потом еще куда-нибудь мы вниз пройдем друзья ну наверно до пассажирка дойдем и на этом съемка наша закончится сегодня у нас обещает дочь грозу на это все будет 6 часов вечера и даже не посмотрели сколько сейчас время щас просто посмотрю сколько сейчас у нас времени но время 16 часов 27 минут какая у нас сегодня температура 23 градуса цельсия ну дочь нам обещает друзей ну что давайте пройдем все посмотрим вообще погода сегодня хорошая друзья вчера было очень жарко вот сегодня прохладного 23 градуса так прохладно хорошо и даже есть ветерок ну сейчас мы что лесу таманском здесь никакого ветра нет давайте все посмотрим осень и осень друзья все начинает желтеть ну что давайте мы пройдем все таки с вами все посмотрим здесь вот здесь на что находится друзья ну народе это называют место дачи губернатора а на самом деле здесь резиденция полпреда президента российской федерации здесь раньше был детский дошкольный дом потом его реорганизовали 2007 году в общем сейчас вот только отсюда вот выезжала машина друзья чуть я дворик здесь посмотрел что могу сказать круто там круто 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 ну что нормальное место таманском лесу чистый воздух свежий вот откуда я шел друзья там же можно спуститься мы попадаем на холодные родники а также вот еще там дорожка есть давайте туда пройдем там перейдем на школу номер 42 вот если мы право повернем а потом еще раз право или там вот и вот есть ступеньки по которым я неоднократно проходил вам показывал там у нас холодные родники где я и был сегодня нет я не купался друзья уже не то время чтоб холодные родники окунаться просто прогуливаю здесь дышу свежим воздухом детская площадка я совершаю периодически вот сюда свои такие пробежки кстати сегодня давление померил у меня давление 125 на 77 вообще-то таким электронным не верю вот друзья вот прямо мы проходим вправо и спускаемся на холодные родники осетинские а это вот прямо улица осетинская в общем то и район так называется сетинг вот там какие-то строительные работы ведутся это вот улица симашка детская краевая больница улица осетинская работа и дорожники вот обещает нам сегодня град ой град извините друзья разу сильный дождь разу этот режим работы детского магазина классик аптека эконом дальше у нас вот по правую сторону этот магазин пятерочка мы с вами дальше идем по улице симашка эта улица небольшая вот впереди вы там видите машины вот проезжает этот уже улица ленина агент сегодня вот правда хороший хороший удачный в общем сегодня мы попали на прием к онкологу мы ездили туда пять раз ну все нормально а это самое главное это вот гасиница мелиса многие приезжают сюда друзья это же ведь краевая больница и где-то надо остановиться иногородним вот поэтому выстроили здесь гостиницу это вот у нас краевая больница ну скажем так что взрослая это вот улица гагарина а вот машина вот проехала там улица социалистическая попадает вот дома под фон капитального ремонта и кстати у нас очень-очень много дома в городе попали под программу капремонта вот просто иногда свой город просто не узнаешь но все-таки это район осетинки друзья и здесь много таких старых домов которые имели такой неприглядный вид вот сейчас вот их сделали вот голуби и они стали так иметь привлекательный вид вот симашка один это вот старая краевая больница ну скажем не так не совсем старая краевая хотя по возрасту конечно безусловно ее построили в 1965 году старая краевая у нас находится на улице лермонтова ломоносова еще первый камень для строительства заложили 1913 году вот впереди у нас улица ленина сейчас мы с вами поворачиваем налево и попадаем в двор где находится дом 365 а я просто это двор знаю мне там жила классный руководитель потом она просто уехала в москву у нее сын москве шума уехала в москву ну первоначально она жила на улице социалистической и пропадала в школе номер 42 а потом уже у нас преподавала я учился в школе номер 19 на на краснофодской находится так вот друзья улица ленина вот это видите велосипеды коммунист построили садись езжай никто его не возьмет улица ленина это программа велосипеды смотрите уже самая настоящая настоящая осень вот это каштаны они уже все пожелтели вот смотрите какие клумбочки здесь красивые красота не то слово давайте сюда пройдем а здесь у нас от лес постепенно убирает 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 вырубает его вот с этой стороны у нас будет храм новый вот такой храм иконы божьей матери умиления серафима девиевской друзья ну не знаю вот у нас храмов для города ставрополя же я считаю предостаточно сначала вырубили здесь лес часовню поставили такую вход храм потом дальше начали врубать я думаю что вот это все по вырубят здесь ничего не будет вообще вход вот здесь был у меня просто здесь тетушка работала она участник великой отечественной войны вот она здесь работала сестра двоюродная работала всю жизнь она здесь проработала и была на хорошем счету ее приглашали даже военкомат когда призыв был в ряды и вооруженных сил но чем-то она похожа вот сейчас я вам покажу это вот назрачевала не чепорукова матрена семеновна полный кавалер орден славу вот моя тетушка очень очень на нее похожа прошла всю войну имела кучу наград и потом уже через 28 лет она встретилась нашли короче они друг друга однополчанин встретил вот они всегда на 9 мая собирались закрывались горит и вспоминали какая была у них война у каждого война своя бога это вот передодальный центр вот здесь тоже лес вырубили сделали место для парковки кстати здесь парковка 20 минут бесплатно потом за каждый час 30 рублей это вот подземный пешеходный переход через улицу ленина а также еще что здесь установили вот такие вот скамейки это кстати у нас по всему городу устанавливается урны чтоб не мусори так вот друзья вот такие вот значит скамеечки установили ну друзья лавочки вот такие ну невежа будет конечно безусловно кидать мусор но культурный человек если стоит урна никогда мусор мимо не кинет вот это вот как раз и перитональный центр друзья это свободные места 183 свободно и здесь вот такая парковка вот для этого для этой парковки вырубили просто лес у нас это вот стоянка для инвалидов а здесь поликлиника и перитональный центр мы не будем туда заходить все-таки я хотел показать вам двор друзья вот этот дом вот здесь у меня жил классный руководитель скорее всего уже нет ну все таки вот она именно она не как подростку очень сильно помогла благодаря ей я полюбил литературу но хотя и до нее еще любил читать книги ну именно она мне очень помогла становление как просто как личности я очень ей благодарен мне вообще-то хорошие учителя были что по немецкой языку немка у меня была смотрите это у нас что это вот т-образный такой перекресток и здесь улица до ватарца это улица ленина вот прямо ну там такая брошенная территория там раньше у нас было пассажирское автотранспортное предприятие которое осуществляло перевозки по городу старополь но собственно говоря вот и двор смотрите вот и на двор где у вас жила здесь бабушка вот смотрите я думаю что мало что здесь изменилось все стало вот так более лучшей стороны считаю я здесь неоднократно в этом дворе был вот установлены скамейки тренажеры это вот баскетбольная площадка вот сетки не даже наверно было раньше и волейбольная площадка это вот 367 дом а вот прямо как раз и 365 а уже вечерие друзья день уменьшается кстати здесь тоже ремонтирует дом вот я часто здесь проезжаю ну довольно таки долго и уже здесь ремонтирует очень долго ну вот сказали что на той неделе все здесь закончат вы сами видите что все подходит уже заканчиваю такие строительных работ и 10 сентября этот дом торжественно сдадут ну вот такой дворик красивый и уютный ну вот если мы сейчас не с вами спустимся здесь у нас находится гаражный кооператив тоннель вот видите гаражи здесь улица ленина 367 в квартира номер один это супер крутой здесь дом и здесь гараж и там гаражи ну здесь перед нами это турецкий банк сбербанк вот там если вниз мы спустимся за банком и у нас и проходит проезд хоперский там сочинская и собственно говоря там вот мы можем спуститься на комсомольское озеро пожалуй все друзья на сегодня всем удачи хорошего вечера надо бежать домой потому что чувствуется что скорее всего сегодня будет дождь а а а Продолжение следует...